Возвращение в школу 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 Их 10 человек за последние 2 года, по 5 человек ежегодно. У нас в последнее время активно идет развитие сотрудничества с Россией в различных направлениях. Это прежде всего МАДИ, один из наших лучших партнеров, наверное, потому что за последние 2 года они очень много сделали для того, чтобы выпускники школ Гальского района поступали именно в этот ВУЗ. За это, конечно, благодарность. Также с нами работает Россотрудничество. Есть специальная программа, которая рассчитана только на наш район. По ней работают определенные люди. И у нас практически ежегодно есть возможность отправить уже в различные ВУЗы, кроме МАДИ, и не только московские, но иные, по различным направлениям, даже медицинское направление есть, наших выпускников для обучения в соответствующие ВУЗы. Наша деятельность, конечно, связана с тем, чтобы активно пропагандировать поступления в местные ВУЗы и ВУЗы России. Бывают определенные трудности. В частности, бывают языковые барьеры, которые существуют в нижней зоне и верхней зоне. Но городские школы, естественно, такого барьера не имеют и поэтому могут поступить. Другое дело в том, что сегодня высшее образование является такой вещью, которая не всегда привлекательна для учащихся. Некоторые предпочитают, в принципе, не поступать в высшее учебное заведение, а поступают в иные, профессионально-технические. У нас достаточно активно поступают учащиеся в наш колледж, особенно по направлению кондитерского дела и повара, поскольку это является востребованным. Поэтому там тоже у нас ежегодно есть поступающие, есть в иные какие-то музыкальные училища в Сухумске поступают, в художественные. У каждого есть предрасположенность к определенному виду деятельности. У кого-то это интерес, а у кого-то способности и талант. У меня выпускники в этом году поступают на медицинский университет, хотят поступить. Если, конечно, проблемы с документами не будут, в российские вузы хотят поступить. Ну вот наши выпускники в прошлом году четверо поступили в МАДИ, в город Москву, и они получают огромное удовольствие от учебы там. И мы, руководство школы, агентируем, конечно, наших выпускников поступить в Абхазский государственный университет, в Сухумский открытый институт тоже. Но у нас очень большая проблема с документацией. Дети не имеют документа, и это, конечно, понятно, что после поступления не получают диплома. У нас есть, у меня есть коллега моя, моя выпускница, она сейчас работает с нами, тоже преподает биологию, закончила Абхазский государственный университет. Но пока без диплома, так как проблема опять же в документах, нет документов. В мире есть вещи, которые мы не можем выбирать. К ним относится историческая эпоха, страна, в которой мы родились, родители, все остальное, так или иначе, зависит от нашего выбора. Профессия в том числе. Поэтому очень важно правильно выбрать профессию, чтобы она была интересной и соответствовала желаниям и возможностям, приносила радость и достойно оплачивалась. Пожелую билаватая басария под углублая борисацию кал-мидиам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова